В борцовском зале «Динамо» яблоку упасть негде. В разгаре тренировка с участием полсотни спортсменов. Отработка приемов, контрольной схватки, развитие быстроты, силы, ловкости. У каждого своя задача. Ты же заходь, потому что, кроме меня под мышкой открывается. А у тебя всю дождутся, да? Два Александра, чемпион мира Безручкин и победитель первенства мира Ивашкин. Под их руководством и проходят занятия. Особое внимание четырем спортсменам, которым в начале февраля ехать на главный старт года – чемпионат России. Среди участников – 21-летний дебютант Антон Лазаренко. Терпение и слушать тренера, потому что указания тренера очень важны во время встречи. Моя цель – вообще измотать соперника. Сделать так, чтобы он сбил свое дыхание, устал физически. Кроме Лазаренко в команде, которая отправится на чемпионат страны – Никита Милехин, Мурат Гулиев и главная медальная надежда областной команды – Рафаэль Юнусов. В прошлом году он остановился в шаге от педестала, уступив в схватке за бронзу. Теперь к турниру готовится с еще большим усердием, как и все его партнеры по сборной области. Идеального нет, конечно, но по-любому все ребята стремятся. Стремятся на ступеньку, как бы зайти выше на ступеньку, чтобы показать результат достойный. А спорт – это спорт, и не скажешь же заранее, что будет. Посмотрим, борьба покажут у нас, говорят. Параллельно с сильнейшим борцовским квартетом к своим стартам готовятся молодежь и ветераны. Одним вскоре ехать на первенство Приволжского федерального округа, другим на первенство страны. Руководство областной федерации борьбы констатирует – добыть хороший результат поможет преемственность поколений. Главная фишка региональной борцовской школы. В один момент она была прервана, но сейчас мы видим многие уже люди, люди, которые, многие борцы, возвращаются в зал и занимаются, и встают в пары с молодыми спортсменами, и какие-то свои стычки уже передают, которые свойственны только им. И наша главная стратегия на сегодняшний день – это объединить все возраста, и чтобы все равнялись друг на друга и росли совместно вместе. Около двух часов длится совместная тренировка. Следующая – уже утром. И так изо дня день. Насколько будут плодотворными занятия, покажут всероссийские старты и первый, тот самый, чемпионат России в начале февраля в Суздале. Михаил Сашанский, Новости ЛПРАДО ТВ.